Поверила история якобы племянницы подруги и лишилась 20 тысяч рублей. Так думала 77-летняя жительница набережных Челнов, обращаясь в полицию. Но стражам порядка пришлось расстроить пенсионерку еще больше. Она лишилась всех своих накоплений, и это около 200 тысяч рублей. Просто этого не заметила купюры банка приколов, которые оказались у нее в кошельке, внешне похожи на настоящие деньги. Лина Зинатулина об истории доверия и обмана. Подумала, раз она знакомый человек, я вроде бы решила взять. Женщину, которую сейчас пенсионерка называет знакомой, в тот день она видела первый раз в жизни. И теперь сильно жалеет, что вообще открыла ей дверь. Спросила, кто там. Я к вам. Тогда сомнений не было. Гостья представилась племянницей подруги. Я племянница Вали. Валина племянница. Я из Башкирии. Я принесла вам мед. Купите, пожалуйста, мед у меня. Мед-то было не нужен, говорит бабушка. Решила купить, чтобы подругу не обидеть. Отдала женщине две тысячи. И вроде как стали прощаться, как гостья спросила, не может ли пенсионерка разменять ей деньги. Сначала пять тысяч, потом еще пять. Хозяке было не жалко. Тем более крупные купюры и считать проще. И тут женщина спросила, нет ли пустых банок. Она бы купила. Сошлись на цене в 20 рублей за штуку. А у меня так эти банки надоели, трехлитровые. Я говорю, да пожалуйста, говорю. Кошелек я положила на диван и отвернулась и стала доставать банки. Гостью после этого проводила, а когда зашла в комнату, не увидела полутора тысяч. Три купюры по 500 рублей лежали на диване, она это прекрасно помнила. Взволнованная стала пересчитывать деньги и не досчиталась уже 20 тысяч. В полицию обратилась лишь на следующий день. Стражем порядка пенсионерку пришлось расстроить еще больше. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что аферистка подменила все купюры потерпевшей на так называемые билеты банка приколов. Таким образом, общий ущерб составил более 193 тысяч рублей. Основную сумму мошенница, вероятно, похитила, когда пенсионерка по ее просьбе отлучала в соседнюю комнату, чтобы принести пустые банки. Сама потерпевшая подмены не заметила. Не имеющие ценности бумажки, внешне похожие на настоящие деньги. Кроме шапки еще что-нибудь запомнило? Шапки черные, все, больше ничего не знают. По описанию пенсионерки составили фоторобот подозреваемый. Теперь потерпевшие остаются только надеяться, что мошенницу найдут и как можно раньше. 193 тысячи за доверие и банку меда для нее слишком дорогая цена. К слову, настоящий или мед, или подделка из патоки, пока неизвестно. Попробовать его женщина не успела. Было не до того. Лина Зинатульна, Вызов 112. Боделиколичный uğ BMG. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...